Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы с вами продолжаем изучение священной евангельской истории. В прошлой программе мы говорили о благовещении Деви Марии. Речь в нашей программе сегодня пойдет о встрече Марии и Елисаветы, которую описывает евангелист Лука. Встав же, Мария в Аднисии с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иудин, и вошла в дом Захарии и приветствовала Елисавету. Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец во чреве ее, и Елисавета исполнилась Святого Духа и воскликнула громким голосом и сказала, «Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего! И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно во чреве моем и блаженно уверовавшая потому, что совершится сказанное ей от Господа. И сказала Мария, «Величит душа моя Господа!» «Превозрадовался дух мой о Боге, спасителе моем!» «Что презрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды!» «Что сотворил невеличие сильный и свято имя его, и милость его в роды родов к боящимся его!» «Появил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердца их, низложил сильных с престолов и вознес смиренных, алчущих исполнил благ и богатящихся отпустил ни с чем, воспринял Израиля, отрока своего, воспоминув милость, как говорил отцам нашим к Аврааму и семени его до века. Прибыла же Мария с нею около трех месяцев и возвратилась в дом свой». Данный отрывок «Преисполненные радости» раскрывает один из удивительных моментов евангельской истории. Если до этого описания двух женщин шли параллельно, то теперь они соединились. Мария, узнав от ангела о беременности своей родственницы, поспешила к ней. Слово «встав» с греческого языка означает «поспешность», и у этой поспешности есть две причины. В первую очередь Мария с радостью спешит поздравить Елисавету с ее чудом зачатия сына, а также удостовериться в словах ангела, ибо беременность Елисаветы служила в его устах доказательством благой вести о рождении от Марии сына Божия. Трудно представить, что женщина в те времена могла путешествовать в одиночку, тем более на такое большое расстояние из Галилеи в Иудею, занимавшей три или четыре дня. Но евангелиста Луку интересует только Мария, и он, по всей видимости, опускает всякие подробности. Из текста «Евангелия от Луки» мы узнаем, что Захария или Савета жили в одном из городов горной части Иудеи, но более точного местоположения не указано, хотя, по преданию, это селение располагалось в Эйн-Кареме, на месте Горненского женского монастыря. Посещение Марии и Лисаветы – это чудесное изображение двух женщин, пожилой, которая после долгого отчаяния, наконец, забеременела, и молодой, которая забеременела немного раньше, чем того ожидала. Здесь мог бы возникнуть некий внутренний конфликт. Мария могла бы ощущать гордость и Лисавета обиду, но ничего такого не происходит. Напротив, нам становятся известны интересные подробности. Иоанн за три месяца до своего рождения прыгает от радости в очреве Лисаветы, услышав голос Девы Марии. Происходит удивительная встреча Христа и его притечи еще до момента их рождения. Лисавета исполнилась Святого Духа. Данным выражением в Священном Писании обозначается дарование пророческого слова. Лисавете было открыто, что она видит не только свою юную родственницу, но ей было даровано собственными глазами увидеть Мать Мессии, самого Христа, еще скрытого в очреве Девы Марии. Перед нами еще одно чудо. Если беременность Лисаветы была видна, так как шел уже шестой месяц, то сама она никак не могла бы догадаться о том, что произошло с Марией, если бы ей не было открыто Духом Святым. Именно в этом Духе Елизавета произносит свое пророческое благословение. «Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего». Более точный перевод этой фразы должен звучать как «благословеннейшее между женами». Ведь нельзя сказать, что Мария была в числе прочих женщин, получивших благословения у Бога, таких как Сара, Ревека или сама Елизавета. Марии даровано то, что не получит ни одна из женщин – честь стать матерью Сына Божия. Своё пророческое благословение Елизавета заканчивает словами «и блаженно уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа». Блаженно, то есть счастливо, а счастливо потому, что уверовала. В книге «Бытие» мы читаем, что вера Авраама в рождении обещанного Богом Сына вменена ему в праведность. Для апостола Павла такая вера открыла доверие Богу, пожелавшему спасти людей. Именно такая вера, которая проявила себя в полном доверии Богу и сделала Марию блаженной. На пророческое благословение Елизаветы Мария ответила гимнам, посвященным Богу. Эта песнь Дева Марии стала одним из главных гимнов церкви. Его поют практически за каждым богослужением и в полумраке монастырских храмов и величественных соборах. Весь гимн Девы Марии сплетен из слов и речений, подчеркнутых из разных библейских текстов, особенно псалмов. Перед нами прекрасный образец поэзии, проникнутый горячей верой, благоговением и целомудренной сдержанностью. Мария возвеличивает Господа в духовной радости. И причина этой радости в том, что презрел Он на смирение рабы Своей. В этих словах Мария выражает осознание своей малости и незначительности в сравнении с могуществом Бога. Она благодарит за Его ничем не обусловленную милость, которая дается не за заслуги, а по великой любви и доброте Божией. Ибо отныне будут ублажать меня все роды. После рождения Асира, сына Иакова, которая описывается в 30 главе книги Бытия, Лея воскликнула «Блаженные будут называть меня женщины». Как схожи две эти фразы. Но разница в том, что Деву Марию будут ублажать не только женщины, но и все роды, то есть все поколения людей. «Что сотворил мне величие сильный и свято имя Его». Под величием понимается рождение Сына Божия, Мессии, Спасителя мира. «И милость Его в роды родов, к боящимся Его». Это стих почти дословно повторяет 17 стих 102-го псалма. «Милость же Господня от века и до века к боящимся Его». Где под боящимися Бога подразумеваются те, кто чтят волю Божию. «Явил силу мышцы своей». Мышца или в иных переводах «рука» означает «могущество Божие». «Рассеял надменных помышлениями сердце их». То есть превратил в бегство противящихся воле Божией, Приведя в смятение все их коварные замыслы. «Низложил сильных с престолов и вознес смиренных». Бог могущественнее земных владык, Которые чаще всего сознательно или бессознательно Противятся Богу, полагаясь на свою власть и силу. Возможно, о них и говорит Дева Мария, Называя их надменными в предыдущем стихе. «Алчущих исполнил благ, и богатящихся отпустил ни с чем». Буквально «голодных насытил, а богатых отправил ни с чем». Эта фраза очень прикликается с Нагорной проповедью Спасителя, О которой мы поговорим как-то в следующих программах. «Воспринял Израиля отрока своего, воспоминув милость». Под Израилем стоит понимать верных Бог людей, Тех, кто последует рожденному Христу, И к кому Он придет на помощь, Освобождая от греховного рабства, являя милость. «Как говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его до века». Иными словами, вспомнив о милости, обещанной нашим прадцам, Аврааму и его потомкам на веки. Наверное, и тут должно понимать потомков Авраама, Как духовных наследников его традиции, более нежели потомков по плоти. Заканчивается сегодняшний отрывок, дорогие братья и сестры, Указанием Евангелиста Луки о том, Что Мария прибыла около трех месяцев у Елисаветы, То есть до того момента, когда Елисавета родила своего сына. Возможно, что Мария была свидетелем и обрезания, И наречения имени будущему Крестителю, Но Лука об этом умалчивает, Как, впрочем, и о дальнейших отношениях с Захарией и Елисаветой, После того, как Мария вернулась к себе в Назарет. Благослови, Душа моя Господа, Благослови, Неси Господи.